Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым месяцем, Хорхода Штов. Давайте поговорим в рамках нашей недельной главы, почему мы вообще столько времени посвящаем вот этому храму, вот этому единству людей при принятии. Почему? Давайте разберем. Если внимательно проанализировать 13 видов возношений, то можно убедиться, что туда входит вся окружающая наша природа, то, что приносили в храме. Камни и металлы представляли неживую природу. Что еще? Сволы деревьев и оливковое масло, растительный мир. Разные виды тканей, шерсти, шкуры животных, мир животных. Следовательно, храм вмещал в себя все элементы окружающего мира и мог служить обителью для Творца, потому что он единый, потому что это перед Богом, вот оно все. То есть мы поняли, что единство это важнейшая составляющая. Есть, правда, некоторые сложности, это объединение, когда во имя Бога. А вот когда против, там были такие случаи, как Вавилонская башня и многие другие, это лучше не объединяться. Вообще, вот это вечные слова, отпусти народ мой, чтобы он служил мне, во все времена никак не могут соединить первую и вторую части. Отпусти народ мой, знают все. Что он служил мне, никто до конца не говорил. Поэтому и делятся. Одни за свободу без Бога с обезьяной предком, другие иногда за Бога, но удобного волшебника, выполняющего роль лампы Аладдина. Потер, там он все сделал. Если не делают, значит вообще нет там никого в этой лампе. И при этом надо учесть, что выполнение нашей все-таки задачи, наша миссия в этом мире, она одна. Построить храм собственной души. И вот через 120 лет будут уже сравнивать там, кто что настроил. Это не временное здание, это на всегда, на вечность. И представьте, если у кого-то в этом здании нет дверей, окон или там крыши, как он себя будет чувствовать в этом путешествии. Поэтому каждый год мы изучаем строение храма. И мало того, написали мудрецы, там все скрыто. Можно вообще вывести много указаний по служению Всевышнему. Хазидизм утверждает, что каждый должен построить храм собственным сердцем. Каждый из предметов храмовой утвари означает свой аспект работы человека. Например, ковчег со скрижалями, это изучение торы, это движение в духовности. Это вот в этом плане должна быть оценка себя. Крувим лицами друг к другу, это символ мира в доме. Вот над этим аспектом человек должен работать. Стол это работа над средствами к существованию. В рамках кашрута, не то что там вышел на большую дорогу. Жертвенник это покаяние, работать с этим. Умывальник чистота семейной жизни, миква. Минора это душа человека. Написано, что душа человека светильный Господень, книга Мишлей. Любавический Рейба вообще говорил, что с помощью индивидуального мешкана, который каждый обязан построить внутри себя, будет строиться всеобщий мешканный храм. И там будет проявляться присутствие Всевышнего явно, потому что это будет единый храм. Но только если он единый. Вот из этих вот оказывается маленьких индивидуальных храмов. Каждого из нас будет построен третий вечный храм. Поэтому пока есть время, надо немедленно что-то делать. Хоть что-то исправить внутри себя, чтобы твой кусочек этого стены был крепкий, нормальный. Или там твоя башенка. Надо при этом учесть, что подобно тому, как человек не будет посылать товарищу там даже простейший агрегат без инструкции, так и Творец мира, давший нам весь вот этот мир в подарок, несомненно послал нам инструкцию по его пользователю. Вот эта инструкция у нас называется торой. А если человек говорит, что я вот принимаю письменную тору, начинается морочить голову, а устную нет. Надо представить себе человека, который принимает инструкции к холодильнику по первой, по третьей странице, а все остальные он делает по-своему, например, купает его вечером в ванной. Результат известен. Обычно вообще нежелание, вот я сколько знаю людей, которые говорят там устную, да, устную нет, а письменную, да, они прикрывают этим свое нежелание измениться. Вот об этом тоже стоит подумать. Вообще, многократно говорили самые великие мудрецы. Главная задача человека в этом мире уйти из него лучше, чем пришел. Все, нет других задач. Исправление малейшего качества собственного характера важнее, чем завоевание целых стран. Вот с этим надо работать. Но ты не можешь взять человек, например, взять саквояжек с красным крестом, объявить себя по этому доктору. Надо учиться. Ты не можешь сесть в кабину пилота, потому что ты одел форму там или объявил себя пилотом, и полететь. Надо учиться. При этом сказано, что главное это не полет и не лечение, хотя это все хорошо, а изменение именно собственных качеств. То есть в этой главной работе тоже надо учиться. Еще как учиться, потому что здесь глубокая работа на века. И она и есть наша главная миссия. А покорение эверестов это в свободное от работы время, если есть желание. Правда, обычного человека, как говорят мудрецы, который реально работает над собой, свободного времени нет. Потому что, как сказали мудрецы в трактате Перкея, вот, день короткий, а работы много. А еще мы с вами иногда ленивые, не дай бог, конечно. Поэтому брахавы от слаха в этой тяжелой работе. Но написано, что пока человек в этом мире, он еще имеет миссию, он еще не все доработал. Надо действовать. Брахавы от слаха. Чтобы этот общий храм был красивый, потому что каждая составляющая красивая.